Друзья, всем привет! Меня зовут Ася Николаевна, и я преподаватель английского языка. И сегодня мы с вами будем говорить про неправильные глаголы. Что же это такое, неправильные глаголы? То есть в русском языке у нас такого нет, правильно? Когда люди начинают изучать английский язык, оказывается, что там, оказывается, еще есть неправильные глаголы. Так вот, неправильные глаголы это те же самые глаголы обычные, просто они образуются не так, как другие глаголы. Обычные у нас идут по правилам, они правильные, они не по правилам. Что надо делать? Их нужно тупо зубрить, если уж коротко говорить. Так вот, на своих занятиях я сталкиваюсь с такой проблемой у детей, что они, оказывается, не знают, как их правильно учить. Казалось бы, такой пустяк, но тем не менее. В школах они учат их следующим образом. Сначала ребенок учит просто глагол, как он переводится, потом начинает учить вторую форму, то есть, оказывается, у глагола есть вторая форма, а потом еще оказывается, что там еще третья форма. И все это превращается в какую-то кашу непонятную, и ребенок учит, как правило, тяжело, да, и взрослые тоже, если по этой тактике. Проблема еще усложнена тем, что не учить эти неправильные глаголы невозможно, потому что все популярные глаголы, вот то, что мы используем в речи, кушать, пить, читать, думать, все и так далее, это все неправильные глаголы. То есть, по сути, если вы хотите уметь говорить на английском и говорить простые какие-то вещи, популярные глаголы, например, я хочу поесть, не знаю, пюре, или вечером я хочу сходить в кино, то есть, все это будет с неправильными глаголами, и их нужно знать. Давайте теперь разберем, как же их все-таки лучше учить правильно, чтобы был смысл, и чтобы они у вас действительно очень твердо откладывались в голове и не забывались. Итак, возьмем любой глагол, я возьму самый популярный, это глагол go, который переводится на русский язык, как идти, ехать. Go and gone. Вот он глагол и его перевод, да? Идти, ехать. Итак, глаголы нужно учить по следующей схеме неправильно. Первое, что вы делаете, то есть там две ступеньки. Первое, что вы делаете, это учите перевод. Учим перевод. То есть, например, go, идти, ехать. Go, идти, ехать. Берем и повторяем. Go, идти, ехать. Повторили несколько раз. Go, идти, ехать. Потом начинаете составлять из этого предложения, то есть, если у вас английский язык, знание английского языка позволяет, начинаете с этим глаголом составлять предложение с первой формой, подчеркиваю, так, чтобы запомнить. Например, every day I go to school. Каждый день я хожу в школу. I go to school. Я хожу в школу. Go, ходить. I go to school. Или, например, every summer I go abroad. Каждое лето я езжу за границу. Every summer I go abroad. Go, go abroad. Ездить, ездить за границу. То есть, вы повторяете, пока вы не запомните перевод этого глагола. Это первая ступень. И вторая ступенька. Это когда мы учим формы. Как нужно их учить? Запоминаем, это важно. Учим сразу три формы. Учим сразу три формы. То есть, вот этот глагол вы должны учить все три формы как одно целое. Как одно слово. Я всегда детям даю такое задание в школе. И поверьте, это всегда работает. Еще не было у нас ни разу проблем с глаголами. Все дети, с которыми я работаю, они все идеально их учат. Когда учат их по схеме одного слова. То есть, три глагола, три формы мы учим как одно целое. Не go, потом go, went, а сразу go, went, gone. И быстро. Go, went, gone. Go, went, gone. Go, went, gone. И прям учим как одно слово. Go, went, gone. Go, went, gone. Go, went, gone. Можно сразу с переводом. Кстати, можно вот прям эту ступеньку убрать, да? И учить вот сам глагол как одно целое и с переводом. Например, go, went, gone, идти, ехать. Go, went, gone, идти, ехать. И прям как одно целое. Учим, учим. Тогда, когда вы будете сталкиваться потом с этим глаголом, у вас сразу в голове всплывет go, went, gone. И у вас не будет вопроса, вы встретите went. Go, went, gone. Вторая форма went. Go, went, gone. Третья gone. То есть, оно уже сразу автоматически у вас закрепится. Этот способ уже давно я детям говорю. И всегда это работает. Поверьте, это гораздо прочнее, чем когда учат сначала две формы, потом три формы. Точно так же я рекомендую учить и письменно. То есть, прописывать сразу три формы. Не одну, потом вторую, третью, а сразу три формы. Если вы будете учить неправильные глаголы по этой схеме, я даю вам слово, что вы их легко запомните. Это работает. Это действительно работает. Проверено неоднократно на моих учениках. Поэтому не бойтесь, учите неправильные глаголы. Кстати, детям моим, моим ученикам очень нравится учить неправильные глаголы. Это даже, знаете, это даже становится таким интересным заданием. Потому что, когда ты их хочешь как одно целое, и потом ты их начинаешь понимать, замечать, у тебя автоматически обогащается лексикон английский, и ты потом начинаешь лучше понимать английскую речь, соответственно, тебе уже кажется, что ты уже что-то в этом понимаешь. То есть, это еще и стимул к изучению. Так что учим неправильные глаголы, не бойтесь их, учите их так, как я говорю, и все будет замечательно. Вот такое видео я сегодня хотела снять для вас, друзья. Если вам оно понравилось, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, где мы учим английский язык. Смотрите обязательно остальные видео, там, где я объясняю другие правила. Я думаю, вам будет интересно. Ну, а вас я благодарю всех за просмотр. Всем спасибо. До встречи в следующих видео. Goodbye.